всем привет мои дорогие ну вот это специальное видео для всех зрителей кто волновался про соню она всегда на кровати она всегда злючка вот эти два обнявшись по рундучка а это вот отдельно так на 20 сантиметров все хорошо хоть соня и вредно но все равно она не менее любима я не забочусь но не только я саша также так что все хорошо да мои люди так я приступаю к вышивке скрипки и это наверное будет не полная уже неделя потому что сами понимаете новый год все дела надо подготовиться уборки готовки хочу приготовить несколько салатов традиционных так что вот такие дела ну буду вышивать посмотрю кстати сейчас мне уже не кажется страшно эта схема ну то есть как-то такая она крупная по сравнению со схемой дименшинс так что все будет хорошо вышиваю вечер понедельника вчера вчера я по-моему не вышивала что было вчера было воскресенье что я вчера вечером делала сушки я забыла что я вчера вечером делала а мы смотрели с александром джентльмена удачи да поэтому я не вышивала мы просто сидели обсуждали наслаждались так ну что если посмотреть по схеме я отшила вот эту вот одну полосу как видите в левой стороне тут у нас небольшая мешанина особенно здесь но здесь вообще легко все одним цветом это мешанина создает нам ноты если смотреть сдалека вот как красиво прорисовываются ноты так небрежно ненавязчиво как будто на ноты падает тень или наоборот свет и они не полностью видны сегодня уже буду заканчивать вышивку завтра у меня тяжелый день как тяжелый я завтра утром еду в удерсфилд за своей наградой другая награда мне тоже должна прийти по почте а завтра я еду забрать свою статуеточку что-то там еще наверно мне диплом вручат награда best life musician лучшая живая музыка инвест йоркшир в этом западном йоркшире 2020 свадебном бизнесе ну естественно я так думаю знаете этот день прошу прощения неизбежен когда батон провалится в этот аквариум я просто очень переживаю что когда он провалится но с ним так ничего не случится понятно но это же все разрушится все это зальется прольется вот это я конечно переживаю уже подумываю может мне куда-то надо вышивальные все мои причиндалы перекладывать может сюда как-то их сложить какие-то прикупить коробки закрытые ну потому что я переживаю так как я уверена что это неизбежно кстати что еще нового я хочу не хочу а буду составлять планы на год дать его я уберу этот айфон низ ты страшный я поняла что надо планировать свое время может для кого-то это не может а скорее всего для нормальных людей это не новость но для меня как-то не то чтобы новость но это все у меня как-то до этого руки не доходили то ли каких-то целей у меня не было я не знаю как-то жила так знаете ну плыла как одна вещь и даже не вещь как как это короче как говно по реке по течению и я решила что надо как-то чуть-чуть взять все это в свои руки и чуть-чуть порулить по этому течению поэтому буду прописывать цели слушаю сейчас привет я вся в катах он там 2 ходит почему хорошо быть котом потому что у кота лапки слушаю сейчас разные книги по тайм-менеджменту и там очень конкретное руководство что делать как делать поэтому будем работать над собой также буду ставить планы для своих учеников планировать уроки чуткая как сказать растерялась в педагогике то есть у меня вроде как знаний много но я их не могу как-то систематизировать поэтому я связалась с одной девушкой из инстаграма кстати я давно за ней наблюдаю и мне очень нравится как она ведет instagram она преподает скрипку у нее свой центр творчества и мне нравится ее подача материала мне нравится что она тоже ломает стереотипы и я говорю так так и так мне нужна помощь но естественно не за бесплатно она мне сказала подготовить весь материал где-то к первым числом января так что жду тоже как систематизировать свои уроки как подводить планы как работать с каждым учеником как его мотивировать вот такие всякие моменты а также она мне посоветует какие-то методичные материалы потому что материал по педагогике вот эта вот методика вся скрипичная фортепианная да даже элементарно просто преподаватель ученик очень много в интернете в свободном доступе есть шикарные книги какие-то работы ученых но их столько много что за всю жизнь читай не перечитай а мне надо очень сконцентрированно и быстро наверстать то что я упустила с момента когда я закончила музыкальную академию она мне сказала пока что отдохни с нового года я тебе все подготовлю будет четкий план будут четкие задания будешь четко работать по моему плану так что ждем ну все иду я уже отдыхать елочка моргает а сегодня же сделала грандиозную закупку я вчера первый раз своей жизни планировала кстати составляла меню да кстати боя вспомнила мы вчера сани еще минут составляли на новый год но естественно на новый год буду готовить все традиционные салаты ну все два салата три закуски или две торт наполеон попробую сама испечь и что еще и все фрукты и курица копченая все ничего больше мы будем вдвоем никто к нам не придет так как во первых карантин во вторых ну сами понимаете кто тут будет ходить особо ну вот и все но я все равно хочу красивый новый год как никогда раньше я хочу организовать вот стол прям скатерть накрыть ну видно уже это возраст какой-то у меня подходит что мне хочется вот так вот типа вот красиво все сделать нарядиться аккуратненько все вот такие вот дела все сегодня уже спокойной ночи посмотрим что а ну я наверное завтра вам поснимаю что-нибудь завтра поснимаю после награждения поеду братфорд у меня там урок потом приеду домой два урока онлайн так что завтра занятой день кстати я вам забыла показать меня еще сегодня были подарки у меня сегодня было четыре урока и там где я занимаюсь и с девочкой и с ее мамой я получила вот такие вот конфеты ручной работы хватает очень хорошая марка 0 фирма по изготовлению шоколада ну конечно они уже полупустые потому что тут и я чуть-чуть покушал и саша но вот они были вот такие разные разные интересные вкусные и вот такая вот открытка красивая все как я люблю этот но 32 номер до блендинг филамент все иду спать хорошо быть учительница подарки нескончаемые показываю вам для сравнения как уже батон вырос вот бориска и батон вон соня пришла среди какой уже батон огромный ему на секундочку так 2 августа месяц сентябрь 2 октябрь 3 ноябрь 4 декабрь 5 но счастьем у шесть месяцев вот он уже какой огромный дорогие друзья хочу вам показать свою статуэтку которую я заработала непосильным своим трудом вот я признана life music 2 ты 2020 winner north of england награждение свадебного бизнеса в северной англии категория life music я лучше честно я очень старалась чтобы эта награда была оправдана я когда были выступления выступала выворачивала душу наизнанку на каждой свадьбе если мы сейчас вот конкретно говорим о свадьбах я всегда очень серьезно и ответственно подходила к выбору песен у меня контакт с невестами и женихами всегда был самого первого дня я очень часто даже высылала для них какие-то промежутки промежуточные точнее варианты песен мы обговаривали стиль обговаривали длину песни ну в общем все по полной программе по всем разрядам и вот такая вот стеклянная статуэточка она из такого очень толстого стекла все разглажено поглажено все красиво прошу причина тут кое-где может отпечатки пальцев уже есть просто хочется как-то показать ну реально очень красивая такая знаете уже вот такая конечно должно было быть все не так должно было должен был быть галла ужин красная дорожка все дела но будем радоваться тому что у меня все-таки есть это престижная награда и это очень знаменитый бренд north of england wedding awards тут меня выбирали абсолютно люди которые меня не знают они исходило все из того как я веду свою деятельность качество выступлений в общем все 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 такие вот дела ура обидуются значит ну и что-то обижаешься батон кс-кс-кс-кс ой 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 ушком своим типа показал внимание нет ну потому что я его не пускаю на аквариум он постоянно хочет залез на этот аквариум а я не разрешаю так как крышка уже вся прогнута и я переживаю что он просто провалится и будет просто потоп и все мои вышивки потонут с рыбками поплывут поэтому я его один раз отогнала 2 раз отогнала и вот он вот так вот гордо отвернулся все лежит борисулечка мой умный котик мой хороший человек у бориски такое умное лицо я не могу эти глазки посмотрите такие мудрые такие грустные такие ой 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 не могу с ними а этот вредный обожаю своих котов не могу соник где-то там шляется наверху сани вместе с пятами уже так мы дорогие ну вот что я успела на вышивать сегодняшний день у меня там так если он опять разлил воду я прибью его у них новая мода кидаться по всему дому и разливать водичку короче полы моются 18000 раз за сутки на кухне так возвращаемся к вышивке вот я вышла 1 2 3 4 еще тут зашла на схеме это выглядит вот так 1 2 3 вот сюда еще зашла оранжевым зачеркнуто и сюда ну где-то грубо говоря 400 крестиков вы знаете я вот так вот сейчас вот вышивала думала какое же я приняла правильное решение начать вышивать летнее утро продолжить балерину я получала такой кайф я так наслаждалась я так радовалась я просто воодушевлялась вышивкой каждый крестик и полу крестик у меня отшивался с особым настроением ну и что что я не закончила скрипку до нового года и что от этого изменится но ровным счетом ничего а зато сейчас я ее тоже вышиваю с огромным удовольствием и она у меня просто как-то летит мне уже не кажется этот лист такой большой я уже тут вижу как видите идет на сужение вот здесь вот понятно поэтому это было правильно начать вышивать то что хочет душа зато сейчас я очень даже хорошо продвинулась со скрипкой за сегодняшний день я вообще сегодня все утро сидела в социальных сетях выкладывала концерт там писала какой-то типа умный пост ну не то что умный пост типа коротко и ясно благодарности все дела потом выкладывала свой на свой скрипичный instagram видео где я получила награду потом отвечала на комментарии а потом я весь день убирала дом ну типа в новый год с чистым домом с чистыми мыслями опять эту лестницу чистила потом я пошла погуляла погуляла чуть-чуть вокруг по райончику сходила в деревенской свой магазин купила несколько тарелок таких побольше ну чтобы туда приготовить в эту тарелку рассортировать селедку под шубы торт для оливье купила такую большую пиалу короче вся хозяйственная а потом когда я вернулась я уже чем занималась о да готовила селедку под шубы очень хорошо красиво получилось дальше я сделала но типа наполеон естественно из покупного слоеного теста но и все равно надо было его разморозить разморозить испечь крем приготовить все размазать потом я еще сделала нарезала оливье нарезала еще такой пикантный салатик вы знаете сыр яйцо чеснок в общем к новому году готовы завтра еще надо будет только сделать там такие закусочки небольшие все так 12 часов нет знаете сколько опять пять минут пять минут как-то уже второй раз я вещаю вещаю бац смотрю на часы 5 минут до 12 надо идти ложиться отдыхать потому что завтра у меня вы не поверите у меня завтра пять уроков четыре из них нет обманывают 44 прошу прощения обманывать три из них живые один онлайн вы представляете я вообще в шоке но конечно я рада я думала брать не брать а потом думаю ну что мне сами все равно полдня будет спать потому что он очень много отработал последние недели он дополнительные дни брал на работе он очень реально устает но сами понимаете такая работа очень тяжелая ответственная напряженная ты всегда все 10 часов в напряжении потому что на дорогах машин много придурков тоже очень много которые могут вылезти типа чувстве не под машину и надо соблюдать добдительность поэтому завтра саша точно будет полдня спать я вернусь домой где-то около пол третьего три часа у меня будет еще урок онлайн с девочкой китаяночкой ну и все потом уже буду отдыхать и уже потом новый год подарки о подарки все мои дорогие завтра будет новогоднее включение всех целую до скорой встречи всем привет наступающим новым годом у нас с вами есть зима я очищу машину представляете вот такой поскрипот прошла вот чищу как настоящий человек как будто у меня зима мне так нравится чистить машину ну реально круто да Саша смотри под новый год вот такая вот температура и надо замерзнет и солнышко и солнышко и у нас тоже зима конкретная майами воркута так что не только я тут вчера смотрела видео Оксаны Коборзиной вышивальщица которая живет в Канаде на севере на хуторе короче она живет я тебе покажу и там у нее снег и там у нее мокрый это холодный снег и с чайниками не показывает других людей а тут сут так что вот и она тоже там машина так то что она не понимает что так может у нее лопнуть все дать и стекло и все остальное понимается только не морозный ну давай ладно точно же Бога чистить чистить так что вот так вот дорогие мои друзья не только у Васиева а Ксюша Арчи снимала видео и говорила что у нее минус 45 а еще другая мне зрительница написала привет тебе из нашей зимы минус 50 я говорю это где она говорит далекий далекий север мы сами не знаем от холода где мы так что друзья вот такие дела все у меня сегодня 4 урока 3 живые а я вчера вам говорила 3 живые 1 онлайн я счастлива коты селедка фальшубы готова селедка фальшубы готова оливье нарезан торт сделан селом осталось бутербродики и все подарки готовы Новый год елка готова и будем слушать Путина что? будем слушать Путина что же он нам расскажет и тут на 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 ребята так у тебя здесь все подогревается даже щетки подогревают ну я понимаю но мне нравится почистить ты можешь понять я хочу себя почувствовать как люди зимой живут я так соскучилась по этому так меня с канаду уже зовут там просто уже айди нам срочно заполни тебя ждем я могу если хочешь типа ну жить зимой замерзли руки все можно еще трансляцию уже делать из канады ой 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 какой красавец на солнышке на морозике вот так хорошо лапы нализывает там себе марафет наводит перед новым годом увидел увидел что я за ним наблюдаю какой хороший человек на окошке сидит ему так хорошо свежой солнышко припекает пригревает его такой жирненький коренастенький такой британчик такой мммм как я люблю котов я не могу такой типа отвернулся Саня отправила покурить а пока он курит ко мне прилетел дед мороз И вот что оставил под ёлочкой. Посмотрите, горы подарков. Ура! Будем всё с вами смотреть. Дорогие друзья, мы ещё всё-таки решили залезть в кадр. Вот, мы такие нарядные, красивые все, с батоном. Бориска с Соней лежит на втором этаже. Нам уже идут поздравления. Мы всех поздравляем с Новым годом. Желаем самое главное быть здоровыми. Радоваться каждой минуте. Беречь друг друга. Ставить себе цели. Я сегодня в волшебную ночь буду обязательно писать себе планы, цели. И обязательно их осуществлять. И в этом мне поможет Александр. Да, Саша? Да. Даже не знаю, что добавить. Ну, поздравь моих друзей, которые смотрят мои видео. Всем друзьям, которые смотрят её видео. И все, которые не смотрят её видео тоже. Вот, наверное, надо отпустить. Отпусти будет батончика. Природу в природу нужно отпустить. Вот. Да, да, друзья мои. Был нелёгкий год. Но он нам всем что-то, как говорится, показал. Чему-то научил. Какие-то открыл новые двери. Какие-то закрыл двери ненужные. Вот. Я думаю, так, наверное. Вот. Что всё, всё к лучшему. Вот. Будем искать только позитив. В этом году. Будем стараться как-то меняться. В лучшую сторону. Вот. Но самое главное. Берегите друг друга. Да, Пупсик? Да. И будьте здоровы. А дай покажем фортепьяно. Вот наши подарки. А, шампусик там. И рыки. И пускай будет много чеснока. Чеснока. С Новым Годом! Всем подарков. А к нам уже прилеталось. Смотрите, я вам показывала. Волшебную ночь. 12 часов. До сих пор вертолёт горит. Да. Всё. Счастливого Нового Года, друзья. С Новым Годом! Подарки! Итак, самый главный подарок – это ежедневник на 21 год. Здесь уже записаны мои планы, грандиозные планы на 21 год. Я их записала сразу же после того, как мы встретили Новый Год в Англии. Выпили шампанское. До того, как выпить шампанское, мы записали наши желания на листочках. Сожгли эти листочки, пепел вбросили в шампусик, выпили, отпраздновали, поцеловались. И тогда я села и записала свои планы. Конкретно по карьере, по финансам, по здоровью, по личным каким-то своим делам. Всё у меня уже здесь расписано. И я буду теперь каждый месяц строить планы и на каждый день. Ну, попробую вести и планировать свою жизнь. Так, дальше, дальше подарок – Монополи! Ура! Наконец-то! Я как-то играла давным-давно ещё в музыкальный академ... Не, в школе, когда в гимназии училась. Но как-то так. Тут помню, тут не помню, что говорится. Я этот подарок организовала, потому что я хочу, когда у Саши выходной, проводить время вместе, меньше зависать в телефонах, а вот на досуге как-то поиграть. Не обязательно там эти партии доигрывать до конца. Естественно, просто хорошо, радостно, весело проводить время. Ну и, естественно, лего-набор. Лего-набор – это уже подарок Саше. Ну, я сама себе выбрала. Саша мне просто подарил деньгами, так сказать. Потому что он всегда работает. Он вообще такой человек. По подаркам особо не заморачивается. То есть, ну, ему проще деньгами. Или, говорит, ты себе, говорит, что-нибудь выбери, а это будет от меня. Я думаю, очень много мужчин так делают. И я, конечно же, с огромным удовольствием пошла себе спокойно, выбрала то, что я хочу. Вот такое, посмотрите, лего. Это Friends. Вот эти, да, сериал, который был Friends. Я, в принципе, его не смотрела. Я не обязательно буду думать, что это Friends, не Friends. Это просто для меня прикольный будет. Боже, как неудобно его взять. Он такой огромный, тяжелый. Это будет у меня not for playing, but for displaying. Вот можно построить такой дом. Короче, тоже времяпровождение. Боже, батон на дверь прыгает. Ну, еще была куча подарков такого, знаете, более личного характера в виде духи, там какие-то уходовые средства для меня, для лица, там фен, ну, это уже я не хочу показывать, это такие, знаете, я даже это не считаю за подарки, это необходимые средства, которые можно типа, чтобы мешки подарочные оказались больше, просто туда закинуть. Вот такие вот у нас приятные подарки, душевные, я так считаю, со смыслом. Все, еще раз всех с Новым годом, с новым счастьем. Берегите друг друга, цените друг друга, любите друг друга, любите жизнь, планируйте жизнь со мной в этом году. Давайте попробуем. Я потом подведу итог. В конце года сама себе, а может и на YouTube расскажу по планам, что у меня было запланировано, что осуществилось, что не осуществилось. В общем, все хорошо, завтра, уже сегодня, точнее 1 января, мы будем целый день отдыхать, кемарить, попивать так легонечко шампусик, еще одна бутылка осталась. И тут Саша прикупил еще несколько таких физиков. А, нет, я еще для Александра подарила, сейчас вам покажу, подождите, сейчас, одну секундочку, сейчас, 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 сейчас. Так, туда уже кто-то в тубчик пошел. Ну, вот, что я подарила Александру, это уже лично от меня, армянская бренди, пятилетней выдержки, такой коробочки. Но особо никто напиваться не будет, потому что послезавтра Саня уже на работу в субботу, и мне тоже в субботу уже весь рабочий день. Я целый день преподаю, так что, ну, чуть-чуть с Кока-Колой, такие, знаете, коктейльчики посерпаем. Завтра поиграем в Монополис, будем завтра наслаждаться и встречать все еще Новый год. Все, всех обнимаю, всех целую, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки, и увидимся уже через неделю, я думаю. Всегда ваша, Сашин пупсик. А, красота!